Торжественный парад, выступления юных спортсменов и артистов, танцоров и мастеров рукоделия. Поздравления и подарки, целые концертные программы и тысячи людей на главной площади города. Показ пожарной и спасательной техники. В Кунаеве отметили Международный день защиты детей. На весь день прибрежная зона превратилась в место исполнения желаний, море улыбок и демонстрации талантов, которым позавидуют даже взрослые. Все цвета радуги, народные костюмы, подарки, поздравления и награждения, а главное улыбки, чистые детские улыбки, радость в глазах и ожидание совершения главной мечты. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. А что еще ребенку надо? Этот день, когда они главные на планете, когда одно их слово и взрослые готовы сделать все, что угодно, но и сами не отстают и радуют старшее поколение, своими достижениями заставляют заслуженно гордиться. Я поздравляю всех взрослых и детей с великим праздником День защиты детей. Я хочу, чтобы мне на этот праздник подарили новый квадроцикл. Я поздравляю всех родителей и детей с этим светлым праздником. Пусть будут только улыбки, радость и счастье, чтобы радовались все. Мы участвовали на Олимпиаде Анталии. Мы выиграли в предметной Олимпиаде. Поздравляю всех с праздником, желаю счастья, здоровья, чтобы дети не болели и всего наилучшего. Я хочу поздравить всех детей и взрослых с этим праздником, пожелать добра и счастья, хорошей учебы и чтобы радовали учителей и родителей. Это не просто праздник, это ответ всего мировому сообществу и даже посыл о том, что в Казахстане, во многоконфессиональной стране, где под единым шанраком проживают представители почти двух сотен этносов, верховенствует исконно казахский принцип. Чужих детей не бывает. Проводимая политика государства, защита прав поколения НЕКСТ, создание всевозможных условий, поддержка госпрограммы – это яркий показатель заботы руководства страны о будущих поколениях, как завещали великие предки. Хочу поздравить в этот прекрасный день всех наших детей с таким замечательным праздником – День защиты детей. Хочу пожелать им прежде всего здоровья, тем, кто на данный момент сдает экзамены, прекрасно их сдать. Ну, а всем остальным детишкам прекрасно провести лето и с новыми силами вернуться уже в школу. Наши дети сегодня приготовили целую программу, репетировали как на экзамен. Вообще мы обучаем по нескольким направлениям – Дамбра, Кубыц, Житыген и другие. Дети у нас очень талантливые. От себя и преподавательского состава, от руководства нашей школы. Мы хотим поздравить всех детей с праздником, пожелать счастья, сил, успехов. А мы всегда рядом и готовы поддержать в любой момент. Пусть дети будут счастливы, радуются, пусть их будет больше. Мы готовы работать до седьмого пота, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны. С праздником, любимые дети, будьте счастливы. Хочу поздравить детей и их родителей всех с таким замечательным праздником. Потому что дети – это наше будущее. Хочу, чтобы в нашем государстве, в нашей республике был всегда мир, мир и спокойствие. И всех еще раз с праздником. Хочу всех детей поздравить с праздником. Они – наше будущее, наше все. Пусть всегда будут здоровы. Только вперед, Казахстан! Я сегодня с внучкой пришла. Хочу, чтобы никогда дети не болели, росли, учились, радовали нас. А не смысл нашей жизни. Пусть все дети в нашей стране и по всему миру будут счастливы. С праздником нашей маленькой цветочки. Я поздравляю наших малышей с праздником. Смотришь на них и радуешься. Пусть счастливы будут. Пусть мечты их сбываются. Чтобы в нашей стране царил мир и процветание. Пусть небо всегда будет ясным. С праздником, детишки! Кадеты и юные инспекторы дорожного движения, спортсмены и атлеты, танцоры, музыканты и певцы, интеллектуалы и молодые ученые, призеры и победители всевозможных республиканских международных и всемирных игр. Турниров, конкурсов и олимпиад. Будущее нашей священной страны. Те, кто продолжит путь предков. Те, кто уже громко по всему миру заявляет о Казахстане. Это дети. Те, кто с легкостью отделяет черное от белого и не нужны им советы. Они сами могут посоветовать немалопутного и грамотного. И это дети Алматинской области. А дальше все ахнули, когда в одном танцы продемонстрировали всему миру, что такое единый народ, одна нация и один общий дом. Неповторимый Казахстан. Чью модель межэтнического согласия давно ставят в пример всему мировому сообществу. Ведь даже во времена голода и репрессий голодные казахские семьи забирали депортированных к себе и делились последним, никогда не упрекая и защищая, рискуя своими жизнями. Одним словом, казахи. Далее детишек поспешил поздравить Акимгорода. Он отметил, что государство к приоритет ставит поддержку поколения НЕКС. Создание всех условий. Развитие сельской молодежи не жалеет на это никаких средств. Образование, медицина, наука, право. Правительство и сам глава государства все делают для них, для маленьких казахстанцев. Так было, так есть и так будет. Я горжусь достижениями наших школьников и лицеистов. Только с начала года наши молодые спортсмены завоевали более ста медалей на республиканских и международных турнирах. Сейчас в Кунаеве более 13 тысяч детей получают образование. Наши юные ученые и интеллектуалы своими научными проектами завоевали награды в стране и за ее пределами. Полтысячи ребят творческих направлений также удивляют весь мир своими успехами и талантами. Как говорится, все лучшее детям. И мы продолжим свою работу в этом направлении. Отдадим все силы, чтобы наши дети получали лучшее образование, лучшую медицину. Они наше будущее. И все делается исключительно для них. Это основа основ. Разрешите от чистого сердца поздравить всех с этим праздником и пожелать всех благ. Далее глава городской администрации лично подарил подарки детям особой заботы. К слову, в Казахстане действуют специальные программы для особенных детишек. Медицина, психологи, реабилитационные центры, педагоги. И еще целый штат разноплановых специалистов работают с ними. Это тоже полноправные казахстанцы. И они не ограничены ни в каких правах. И, конечно, фото на память Сакима города. Сопровождалось торжество ярмаркой-выставкой, в которой были продемонстрированы поделки самых маленьких. Воспитанники детских садов дадут фору даже мастерам. Сначала и не поймешь, что это пластиковые бутылки и просто войлок. В общем, словами не перенес. В нашем детском саду воспитывается 275 дошкалят. Помимо общей программы, мы делаем упор на творчество и рукоделие. И наши дети просто удивляют. Все, что сегодня мы демонстрируем, сделано руками наших воспитанников. От руководства нашего сада и от всех воспитателей и педагогов хочу поздравить всех с праздником и пожелать добра и улыбок. Тут же был организован сеанс одновременной игры в шахматы. Будущие гроссмейстеры не понаслышке знают, что такое турецкий гамбит или аргентинская атака. В общем, обыграют любого взрослого. И даже не сделав первого хода. Битва умов. А спасатели стали центром внимания мальчишек. Вездеходы и настоящие пожарные машины. Спасательная техника и обмундирование. Малыши даже смогли потушить символический пожар. Пожар своей мечты и желаний. Наша задача – охватить высококачественным образованием, спортивными и творческими условиями, доступом к научным работам и IT-технологиям всех детей, начиная с детских садов и до поступления в ВУЗы. Это уже приносит результаты. Школьники Кунаева узнаваемы в стране и за ее пределами. Аким города очень правильно подчеркнул, что эта работа носит стратегический характер. И мы все трудимся только для будущего наших детей. Работа будет продолжена со всеми без исключения. Ни один ребенок не останется без внимания и заботы. От себя хочу поздравить всех с этим днем. Главное – это детские улыбки. Это главная наша награда. Как отметили ответственные специалисты, только в этот день на площади собралось более 2000 человек. А в целом все дети региона из всех семей, всех категорий. Получают все, что дает государство, и это контролируется на самом верху. А они на местах продолжают выполнять указания главы государства, который в своей поздравительной речи заявил – дети – это будущее Казахстана. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. Руслан Агаев, Абзал Иманали, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область. Руслан Агаев, Абзал Иманали, телерадиокомпания ЖТСУ. Продолжение следует...